Наконец мы поздравляем обладателя Кубка России 2015 года в соревнованиях по сабле среди мужчин Вениамина Решетникова из Новосибирска Это первый турнир фактически, но не считая турнира сильнейших после перерыва Отсюда вопрос, Вениамин, как вы провели лето? Ну, половина лета у нас была подготовка к чемпионату мира И сам чемпионат мира был практически до конца июля Потом у нас был заслуженный отдых И я его провел максимально релаксирующе Съездил на Алтай, побывал на море И с новыми силами уже к новому сезону начал готовиться У вас уже очень быстро сейчас будут и пойдут сразу этапы Кубка мира В отличие от других видов оружия То есть можно ли это сказать, что здесь вы фехтовали уже, ну, конечно, не в лучшей форме Но так достаточно приличной, так сказать Ну, конечно, у нас вся подготовка ведется велоснее к этим соревнованиям Кубка России А к первым международным стартам, которые пройдут в городе Тбилиси Уже буквально через неделю нам надо выезжать Даже, ну да, уже через неделю мы должны выезжать на этот старт И есть еще над чем поработать А основная работа, естественно, уже сделана Поэтому здесь была подготовительная работа, соревновательная практика перед Тбилиси Ну, что можно сказать вот именно об этих соревнованиях? Как вам, во-первых, в новом зале, в котором вы еще не были? Ну и как вообще для вас прошел этот турнир? Ну, все, как всегда, на хорошем уровне Каждый спортсмен знает, во сколько фехтует, где он фехтует, то у него судья Это очень помогает участнику тем, что он может именно подготовиться к своему старту Не бегая, не зная, когда он выходит на дорожке, с кем он фехтует Зал, естественно, мне очень понравился Только, правда, немного холодновато Здесь было, сегодня было холодновато, поэтому пришлось утепляться немного, побольше Ну, а в целом Смоленск всегда мне симпатизировал Я люблю этот город, мне нравится здесь Вы выиграли Кубок России, а до этого были чемпионом России То есть сейчас у вас оба высших российских титула То есть вы сильнейший ассамблист России? Ну, я не сказал бы так Очень много ребят, которые достойны сегодня стоять на пьедестале Но, к сожалению, в каких-то моментах они проиграли Поэтому основной критерий уровня фехтования, это, конечно, международные старты Поэтому основная задача показывать лучшее фехтование именно там И из этого складывается уже уровень спортсмена Как и в российском рейтинге, так и в международном Расскажите, пожалуйста, о решающих поединках Какими вы их видели дорожки? Это вот Алексей Якименко, Никита Проскур и, наконец, финал с Николаем Ковалевым Да, конечно, мы с Алексеем встретились немного пораньше Я думал, где-то мы где-то в четверке уже можем встретиться Но так сложилось сегодня, что мы фехтовали за четыре Естественно, он чемпион мира этого года С ним очень сложно фехтовать И он очень серьезный соперник Поэтому сегодня получилось у меня выиграть у него Четвертьфинальный бой с Никитой Проскурой Полуфинальный, да Полуфинальный бой с Никитой Проскурой Был немного напряженным Мы с ним с одного города знаем, как мы фехтуем И поэтому какие-то уже заготовки домашние есть Где-то я попадался, где-то он попадался Но сегодня вот один удар решил в мою сторону С Николаем, ну и Николаем тоже Мы все с ним уже сеньорских Сеньорской скамьей Поэтому тоже знаем друг друга С ним очень интересно фехтовать Мне нравится фехтовать с Николаем Ну а о самом бое что-нибудь? Ну, были качели, так их можно назвать То я поведу, то он поведет Ну вот, можно сказать, последние там Пять ударов, которые оставалось ему нанести И мне Он вырвался вперед Я подсобрался Ну и получилось, что Последняя фраза, конечно Не самая красивая из тех, что сегодня были в этом зале Но, видимо, сегодня успех был Удача была на моей стороне Спасибо, удачи в дальнейшем